Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. И сегодня я вас приглашаю на свою кухню сделать желейные конфетки из чернослива. У меня очень ароматный и вкусный чернослив, купленный на рынке. И сейчас мы с вами сделаем очень вкусные конфетки. Приглашаю вас на свою кухню. Ну вот мы делаем наши желейные конфеточки. Вот у меня чернослив, я его уже размочила. Он у меня разбух, уже мягенький. И подготавливаю. Здесь у меня 500 мл теплой водички. И туда мы будем растворять желатин. У меня вот два пакетика. Если у вас есть побольше 30 грамм, тогда добавляйте 30 грамм. У меня вот только 20. Каждым по 10. Кстати, здесь есть рецепт. У меня вот третий из пятого. Я такие рецепты, кстати, собирала. Но эти я уже собрала. А другие вот собираю. Здесь требуется на один пакетик 500 мл. Но намного не надо. Поэтому я два пакетика добавлю в 500 мл. Так, ставим ее на плиту. Теперь мы будем вытаскивать косточки из нашего чернослива. Чернослив у меня с косточками, как выяснилось, это самый вкусный чернослив в мире. Он безумно-безумно вкусный, сладенький. Вот сюда мы будем его складывать и потом блендером перемалывать. А сюда будем складывать косточки наши. Давайте приступать. Он уже мягенький такой, размягченный. Так, ну вот и все. Так и хотелось мне взять косточку, бросить туда, а ягодку здесь оставить. Так, вот так у нас получилось. Немножко страшновато. Черный такой. Теперь мы туда добавляем 4 столовые ложки сахара. Раз. Два. Три. Четыре. Насадка блендера нам такая вот понадобится. У меня Redmond. У вас выберите свою такую, как она у вас есть. И все это превращаем в пюрешечку. Так, вынимаем его. Опа-па-па-па-па-па-па. Так, я добавлю туда еще сахара. Потому что для меня она получилась не совсем сладкая. Короче, туда добавляем и перемешиваем. Вот, я добавлю еще, наверное, 2 столовые ложки. Вы смотрите, как у вас. Может быть, для вас это будет уже притрано сладким. Хотя, я думаю, нужно сделать послаще. Потому что еще будет 500 мл воды, там желатина. И просто может получиться так, что он будет не совсем сладкий. Вот, желатин, кстати, у нас на подоконнике остывает. Так. Ну вот, она у нас остыла. И теперь сюда мы его вываливаем. И превращаем в однородную массу. Вот у меня где-то такая вот горстка. Сюда его высыпаем. И еще одна поменьше немножко. Вот такая немножко. Так, у камеры, к сожалению, батарея села. Тут, увидите, провод. Вот, добавила я. И все это перемешиваем. Все это перемешиваем. Так. И теперь мы выливаем в нашу форму. Опа! Здесь можно немножечко домешать. Чтобы грецкие орехи были в разнобой. Вот. И ставим ее в холодильник на всю ночь. До самого утра. Так. Ну вот, она у нас готова. Вот. У нас прошли сутки. Но вечером она уже вчера была готова. Поскольку мы в 500 мл добавили не один пакетик, как было написано, а два, она будет пожестче немножко. И сейчас мы ее будем отрезать. Вот и все. Теперь мы берем тарелочку нашу. Так. У нее такая вот большая тарелка. Чтобы все поместились. И силиконовую лопаточку. Ее так поддеваем. Так. Вот. Все. И вот они пошли. Влазит хорошо. Их вот так вот ставим. Так. Ну-ка маленькие. Ммм. Вкуснятина. Может было даже сахара побольше еще. Так вот выкладываем. И также нам сейчас понадобится сладкая пудра. Сахарная, видать. Ой. Сахарная пудра. Немножко тут плохо вылезла. Чуть-чуть вниз слазит. В принципе вот они хорошо довольно вылазят. Немножко вот только вниз. Где-то я читала то, что нужно смазать форму подсолнечным маслом. Тогда они будут хорошо. Я второй раз делаю, не смазываю. Ну в принципе смотрите. Они отваливаются сами практически. Хотя, если честно, снизу кажется, что совсем она другая. Какая-то более мягкая, чем сверху. Так, теперь нам понадобится сахарная пудра. Можно взять ситечко. Можно ложечкой. Я буду ложечкой. И вот так посыпаем. Через ситечко, конечно, будет удобнее. В принципе, так тоже получается довольно хорошо трясущейся рукой. Если у вас рука трясется, это ничего страшного. Вы можете сахарную пудру работать где-нибудь, посыпая сахарную пудру. Что-то не помню, тут впитывается что ли. Давайте попробуем теперь вместе с пудрой. С пудрой еще вкуснее. Прям сладкое такое. Мягкое такое, нежное. Очень вкусное. Чувствуется прям такой чернослив. Очень вкусный. Орешки такие вкусные. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите мои другие кулинарные рецепты. Мои влоги, обзоры. На технику обзор. На продукты покупки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok